друзья всем большой привет сегодня мне приехали клоны клоны авоказий вот в таких вот баночках такие баночки сейчас посмотрим с вами через стекло насколько это можно увидеть это авоказий межкольца варегата она у меня была в коллекции я ее успешно выращивал большим кустом найду фотографии прикреплю к видео вот и делился и решил возобновить ее в коллекцию вот именно из клона и 2 это наподобие black velvet только называется она нельзя по моему как то так тоже варегатная вот в таких вот она колбочках это клоны вот два приехали они мне вот так вот завернутые вместе и вот такой пупырчатой пленки обмотанные ну и пакет почтовый пакет так буду сажать я их в безземельную смесь так давайте начнем мы с авоказии межкольца аккуратненько и и сейчас отсюда достанем вытряхнем так вот он этот гель его здесь прям видно его достаточно так много я его промою просто под водой вместе с растением корешочки и оставлю подсушиться чуть-чуть не корни а вот именно листики чтобы подсохли здесь зачат видно много зачатков видно хороших корней я думаю что все будет нормально любом случае буду держать вас в курсе учета захотел знать такое бывает иногда нет нет растения избавишься а потом хочется смотришь хочется опять ковочки хороши может попробовать чем самому вырасти не на самом деле это слишком для меня не то что сложно кропотливо потому что это должны быть стерильные условия стерильная среда вот а мой второй вторую авоказию просто обычная вода без всяких дополнительных каких-то препаратов ничего не использую растение довольно таки живенькие хорошие крепенькие вот я вижу вот если где-то не отмылся этот гель ничего в этом страшного криминального нет вот со временем он растение его впитает он растворится в общем вместе с водой уйдет и его не будет поэтому не переживайте и не переживайте если там какая-то капелюшка останется на корнях а сажать я буду вот такие вот стаканчики маленькие вот такие и вот она на смесь у меня уже готова намешанная так аккуратненько я даже вот этот вот свой столик для пересадок даже спиртом протер думаю будут пересаживать стерильные растения протрука так ну и давайте приступим к посадке вот такой вот у меня есть такая лопатка значит про смесь это что-то вроде не что-то вроде аквариумный грунт до который можно в принципе купить без проблем в любом зоомагазине сюда я подмешал крошку лавы она вот такой вот мелкой мелкой фракции чуть-чуть перлита если у вас есть можете циолит добавить можете добавить также сюда например пеностекло дан тоже мелкой фракции но что плюс-минус одно это было и можно добавить еще удобрение пролонгированного действия там сейчас продается и на 8 месяцев по моему даже на 12 месяцев и есть уже такие более длительные смотря что вы будете сажать если хотите можете подкармливать как я например снизу то есть добавлять в воду удобрения и все чем хороша такая смесь тем что здесь перепревающих частиц нету в отличие от грунта и корни растений менее подвержены каким-то гнительным гнительным процессом классика насыпаем наш грунт а забыл сделать дырочки сейчас я сделаю дырочки по краям чтобы нам хорошенечко пролить новый грунт чтобы корни у нас сели по своим местам так сказать подготовлю сразу два надеюсь вам будет видно и понятно ну собственно говоря ничего сложного тут нет одной рукой держу на растение второй обсыпаю это для видео я взял конечно вот это вот совочек вот а так я это делаю за одну минуту все сейчас польем кстати полью я вот этой водой где растворял где промывал корни сам в этом растворе есть питательные вещества так что растению на первое время этого хватит не так болезненно будет ему пересадка как появится корни по краям стаканчика можно будет пересадить в емкость побольше и добавить уже удобрений да как растение начнет расти однозначно удобрение нужно будет уносить можно сказать что это гидропонное содержание растения беспочвенно здесь удобрение играет очень большую роль вот так и хорошенечко пролива ем наш грунт чтобы у нас вода полностью пролила у меня уже одна лаказия растет в таком грунте растет на фитильном поливе у нее уже корни проросли сквозь дренажные отверстия и во второй горшок в емкость с водой они окунулись я вам сейчас чуть позже покажу можно достаточно взрослая это лаказия мела и растет она у меня под искусственным освещением все пролил такая вот это у нас может сказать промыли грунт поэтому такая вода мутная так ставлю сюда в эти стаканчики без отверстий уже все и поскольку растение у нас были полностью закрыты крышками такими да тут очень высокая влажность воздуху у них было как-никак мы им должны тоже ее обеспечить вот что мы можем сделать можем поставить их сейчас какой-нибудь контейнер с прозрачной крышкой немножечко орошить из пульверизатора и убрать на яркое рассеянное освещение и температура плюс 22 и выше до чтобы создать максимально хорошие условия для растения светить искусственным светом не менее 14 часов 12-14 часов желательно не меньше хотя бы 10 часов если у вас есть доступ солнечному свету я имею виду место на окне от яркого солнечного полуденного прикрываем вот обязательно рассеянное прямое не есть хорошо вот ну и все а комнатным условиям мы уже будем приучать тогда когда мы поймем что растение у нас тронулась в рост корни начали наращиваться тогда мы его будем приучать это уже я вам покажу следующем видео а сейчас покажу алоказию мела который у меня на фитильном поливе живет уже несколько лет и там стволик уже достаточно длинный вот она моя малышка мела ей уже года два наверное и честно сказать первое растение когда у меня появлялись они во мху совершенно не хотели жить вот конкретно мела она не жива у меня во мху ну многих наверно у кого-то прекрасно растет это растение в обычном грунте наращивает крупные листья шикарно красиво выглядит но мне вот подошел именно такой аквариумный грунт и растение удалось приручить если вам это поможет я буду рад вот посмотрите какой длинный достаточно стволик здесь уже на рост можно ее даже омолодить здесь у бешков целая куча и вот смотрите какие у нас корни здесь внизу у меня вода налита с питательным раствором собственно говоря даже вот этот минеральный грунт его можно промыть и использовать еще то есть достаточно долговечный ну промыть как следует до соли от всего чтобы этого всего убрать и все био вот эти вот чешуйки где-то чистки корней все это тщательно из него нужно будет убирать сюда я сейчас добавлю чуть воды с удобрением если достал так что эти здесь у меня в этом грунте даже нету перлитая вот пока его еще не использовал просто вот этот вот минеральный грунт для аквариума на умывает разные фракции это по моему 35 такая фракция вот видите какая красота корней здесь очень много растению хорошо и стоит она у меня полностью искусным освещением вот такие вот листики красавица все дорогие мои на этом у меня все надеюсь вам понравилось было интересно полезно ставьте лайки подписывайтесь на канал с вами прощаюсь до новых встреч пока пока